Приказ, как мне нужно оценить? Ну вот, я не раз, и не в темненках. Не знаешь, почему пришли. Полчаса, да, так и получилось видеть. Зовут меня Эльмира Муратова, я политолог, преподаватель, этнополитолог, исследователь. Родилась в Амарканде, в 90-м году мы переехали в Крым, мои родители – преподаватели тоже, мама – филолог русского языка, папа – музыкант. Переехали в сложный период, то есть это был очень интересный момент, когда мотором движения в Крым была моя мама, которая видела, когда все вокруг уезжают – родственники, родители, коллеги, соседи. И вот она постоянно папе моему говорила о том, что, ну чего ты ждешь, давай мы тоже едем, ты хочешь, чтобы у нас последний эшелон посадили и отправили в Крым. Мой папа, конечно, маме вспоминал эту фразу много лет, в первые годы, когда мы вернулись в Крым, потому что это был довольно несладкий период в социально-экономическом и психологическом отношении. Я историк по базовому образованию, закончила исторический факультет Таврического национального университета. И когда уже было окончание пятого курса, я решила, что я хочу профессионально заниматься историей. И пришла на кафедру к своему научному руководителю, это был Ганкевич Виктор Юрьевич, и сказала, я хочу в аспирантуру, на что он мне сказал, где-то была раньше, эти вопросы должны решаться там за полгода вперед. Он развел руками и сказал, что ну вот сейчас ничего уже нельзя сделать, и при этом он мне посоветовал, сказал, там дальше по коридору есть кафедра политологии и социологии, она только открылась, они набирают штат, пойди туда. Ну вот я пошла, представилась, рассказала, кто я, чем я занимаюсь, я на тот момент писала дипломную работу по истории ислама в Крыму, это заинтересовало заведующего кафедры, он сказал, принеси работу, я посмотрю, и вот так вот я попала случайно на политологию. Когда я вот училась на ИСТФАКе, и нам читали политологию, я думала, какая это неинтересная дисциплина, я думала, ну что это за наука, то есть как можно вообще, вот что это за дисциплина, как она изучается. Она была настолько скучной, что мы один раз даже с моей подругой пришли в день, когда нам читали политологию в бегудях, таких цветных, вот разноцветных, мы назвали эту акцию против замутства, и вот так сложилась моя жизнь, что то, против чего я протестовала, со временем стала моей профессией, уже два десятка лет я занимаюсь профессиональной политологией. Последний проект, который мы завершили с моими коллегами, это Алимия Пселямова и Ленуру Дюльбер, он назывался «Ценности и потребности крымских татар». Это такое этносоциологическое, этнополитологическое исследование о том, как крымские татары видят себя сегодня, свою жизнь, свои ценности, свои перспективы, как они оценивают ситуацию вокруг. Мы провели достаточно много интервью и фокус-группы, и сейчас думаем над тем, как это все оформить в виде какой-то публикации, потому что мы считаем, что там набран довольно интересный материал о крымских татарах в современный период. Но оно сложное, оно неоднозначное. Конечно, мы все видим, что этот период может быть назван периодом кризиса, потому что идет некое привыкание к новой реальности, идет некое переосмысление того, к чему мы шли и что у нас получилось в результате. Я думаю, что многие люди находятся в состоянии какого-то ожидания, какой-то переоценки. Не все могут понять некие так называемые правила игры, того, что можно, чего нельзя и вообще где границы дозволенного. Что это вот какой-то такой период действительно ожидания чего-то и привыкания к чему-то. Самый главный вызов, он отсюда и вытекает, то, что мы не развиваемся, не движемся, что мы вот застыли. И вот этот период какого-то ожидания, он длится уже на вот эти вот шесть лет. Я не могу сказать, что мы его преодолели. Я не могу сказать, что мы нашли какие-то рецепты, увидели выход в конце туннеля, мы все еще ждем. И вот в этом основной вызов, то, что мы теряем время, то, что мы не движемся вперед, в то время как весь мир, он просто колоссально бежит. И вот есть большая проблема и большая опасность в том, что мы можем потом просто не успеть. Система образования, высшего образования, в которой я участвую, она сейчас находится в стагнации. Это такая системная проблема, которая характерна в целом для пространства, в котором мы живем. И на это накладывается, конечно, момент, связанный с санкциями, потому что это просто колоссальное ограничение наших возможностей. Все студенческие, преподавательские мобильности, которые стимулировали, которые давали некий такой вот толчок к тому, чтобы ребята к чему-то стремились, сейчас это все сведено к минимуму, и это сказывается на качестве. И вторая проблема отсюда, вот то, что отсутствие качественного образования тут, она приводит к тому, что очень многие ищут альтернативы за пределами Крыма и находят их там, в разных направлениях, в разных учреждениях. Вы знаете, ведь молодежь, она очень разная. У разной молодежи, у разных групп молодежи разные ценностные ориентации. Для кого-то приоритетом являются какие-то материальные блага, там машина, дом, бизнес, вот что-то такое. Есть молодежь, которая мыслит какими-то более высокими категориями, для кого-то важны какие-то национальные вещи, для кого-то важны какие-то религиозные моменты. То есть это все зависит от того, что в голове у этих людей, и это определяет то, к чему они стремятся, и как они поступают в тех или иных ситуациях. Поэтому я бы не сказала, что есть какая-то общая формула, в которую мы можем всю крымско-татарскую молодежь сегодня поместить. Это будут частные случаи отдельные. Очень много идет о семье, я бы здесь не сказала, не добавила ничего нового, это очень много. То есть идет от того, что родители говорят детям, что они прививают, в какой обстановке они растят. То есть вот эти ценности, они... То есть первый институт, который прививает ценности, это семья. Потом, конечно, это система образования. И здесь у нас уже нет карт в наших руках, которые мы могли бы использовать, к сожалению. Но я думаю, что мы должны пробовать создавать некую среду, некие такие ячейки, куда вовлекать молодежь, где они могли бы впитывать некий вот этот дух патриотизма. Это дело сейчас гораздо сложнее, чем раньше, я это абсолютно признаю. Но тем не менее, возможности для этого есть. То есть это могут быть различные медийные площадки, те, которые доступны. Это могут быть какие-то общественные инициативы, да, это могут быть какие-то инициативы на уровне даже культурных проектов. То есть все, что сейчас доступно, мы все должны использовать. Но мне кажется, что здесь очень важно без какого-то перегиба. Это не должно быть какой-то, знаете, такой, ну вот голый патриотизм, что ли, можно так сказать. То есть он должен быть рациональным, обдуманным, реалистичным. Ну как заставить молодых людей, как убедить молодых людей, которые хотят получать качественное образование, которые хотят самореализовываться в профессиональном плане и не видеть для этого возможности в Крыму, как их убедить в том, что они не должны искать какие-то альтернативы. То есть мне, как человеку, который работает с молодежью, всегда кажется это очень проблематичным. То есть мы не можем им просто говорить, как рандай, аша, да, оставайся тут, несмотря ни на что. Ну как сказать человеку, которому 20 лет, у которого все только начинается, у которого куча амбиций, у которого хороший потенциал, который хочет куча энергии. Как ему сказать, вот, да, не реализовывай все это, потому что это несправедливо, неправильно по отношению к старшему поколению. То есть вот это сложный вопрос. На самом деле, мне кажется, здесь тоже должен быть какой-то индивидуальный подход. Все те, кто могут найти для себя возможности реализации в Крыму, должны оставаться тут. Все те, кто не могут, мне кажется, мы не должны бить по рукам и вот ставить на них какое-то ермо и не давать им реализовываться где-то там. Так ли важно физическое присутствие этих людей в Крыму, нежели те дела, те проекты, которые они могут делать на благо Крыма, даже находясь за его пределами? Вот мне кажется, что здесь должен вопрос стоять не в том, чтобы вернуть, а в том, чтобы сориентировать их деятельность на то, чтобы она приносила пользу крымским татарам, Крыму в целом. И вот здесь, наверное, мне кажется, надо просто риторику правильную ввести, то есть не критиковать тех, кто уехал, не называть их там предателями и так далее, а все-таки вот программировать на то, что вы можете уехать, вы можете реализоваться где-то за пределами Крыма, но вы должны всегда помнить о том, что здесь ваша родина, здесь ваш народ, и даже находясь там, вы можете ему помочь. Вот мне кажется, поменять нужно немножко дискурс, чтобы эти люди, они чувствовали себя более мотивированными, нужными, важными для Крыма, вот немножко перестроить эти акценты. Ну давайте будем реалистами, да, если этого не случилось за те там два десятка с хвостиком лет, когда ситуация была гораздо более благоприятна для реализации каких-то проектов в Крыму, мы не увидели потока, да, наших представителей наших диаспор готовых переехать сюда, то есть в нынешних ситуациях, в нынешних условиях, мне кажется, что говорить об этом, ну вообще, пришли временно, то есть это вообще не стоит на повестке дня, то есть, наверное, если бы, да, если фантазировать, если предполагать, что вдруг что-то случится, так вот небесные тела там сойдутся, да, что крымские татары там получат свою какую-то государственность в любой форме, да, и они будут реально определять курс политических процессов в Крыму, наверное, какая-то часть мотивированных представителей нашей диаспоры сказал бы, о, вот это тот момент, которого я ждал там всю свою жизнь, да, я, Крым, я твой, я еду, я буду, я буду с тобой, но я боюсь, что мы сейчас просто говорим о каких-то очень далеких перспективах, к сожалению. То, что мы наблюдаем сегодня, это некое расхождение во взглядах, которое связано с тем, что люди живут в разных социально-политических условиях и по-разному воспринимают те или иные процессы. Конечно, ситуация тех, кто живет в Крыму, она предстает одной, то есть то, что мы переживаем тут, с позиции тех, кто находится за пределами Крыма, видится по-другому, и оттуда, поэтому мы слышим там разные комментарии, заявления, которые нам могут показаться несколько, да, оторванными от реальности. То есть это очень такой закономерный процесс расхождения, да, вот такого разделения во мнениях, который однозначно будет. То есть от этого никуда не деться, потому что это объективный процесс. Но мне кажется, что, конечно, оторванность появляется все больше и больше, потому что мы в силу того, что у нас стало меньше каких-то площадок, которые могли бы нас объединять, у нас медийных площадок практически не осталось, те, которые есть, они не выполняют хорошо вот эту консолидирующую функцию, и поэтому мы все меньше слышим тех людей, которые находятся за пределами Крыма, они все меньше понимают ту специфику ситуации, в которой мы сегодня живем. То есть, наверное, все-таки вот это расхождение по разным берегам, оно будет, на мой взгляд, все больше усиливаться. Ну, в какой-то степени да, то есть то, что происходит, это замыкание на себя, замыкание внутри своего народа, с которым тебе более комфортно, с которым у тебя общие нарративы, с которым у тебя общие какие-то точки соприкосновения, где тебе не нужно что-то доказывать, тебе не нужно что-то отстаивать, оправдываться, да, и это, конечно, более комфортная среда, нежели вовне. И многие крымские татары действительно ушли вот в эту внутреннюю миграцию и пребывают до сих пор там, да, то есть не видя возможности выйти вовне, что, конечно, и многие называют этот процесс по-разному, кто-то говорит это закукливание, кто-то это говорит, что это капсуляция, которая происходит. Они двоякие. Я бы сказала, с одной стороны, это действительно такая естественная реакция крымских татар на некие реальные мнимые угрозы, которые они ощущают именно в плане потери своей этнической идентичности. То есть это очень естественный процесс, он характерен для очень многих других этнических групп, которые оказываются в схожих ситуациях. То есть что сделать, когда ты чувствуешь угрозу потери идентичности? Значит, надо закрыться, сохранить вот это самое ядро, да, не дать его как бы растворить. И это, с этой стороны, это, наверное, позитивный процесс, потому что мы сохраняем самость, да, какую-то. С другой стороны, это ведь есть обратная сторона всего этого, что когда мы это делаем, это значит, мы не движемся вперед, это значит, мы консервируемся, это значит, мы держимся за все те компоненты, которые определяют нашу идентичность, и не даем им каким-то образом развиваться с течением времени. То есть это путь в то же время к некой такой отсталости, конечно. То есть вот это двоякий процесс. Тут, наверное, должен быть некий такой компромисс, некий такой срединный путь, то есть двигаться все-таки вперед, но при этом сохраняясь, как крымские татары, это сложно. Безусловно, но мне кажется, над этим надо думать. Мне кажется, что с одной стороны у нас действительно очень широко присутствуют в наших нарративах некие такие виктимологические моменты, да, мы себя ощущаем очень сильно народом жертвой, да, и мы это используем, и депортация — это важная часть нашей такой коллективной памяти, да, это то, что определяет и формирует и поддерживает наши этнические границы на самом деле сегодня, да. Но с другой стороны, стокгольмский синдром, он же подразумевает некие такие симпатии, некое благожелательное отношение к агрессору. Но вот я не сказала бы, что это наша история, по крайней мере, в нынешний момент. Если вот так очень кратко, то можно сказать, что, во-первых, идет процесс такой некой централизации религиозной жизни, да, вокруг официальных религиозных институтов. Второй важный момент — это идут попытки некоммунификации религиозной практики, да, которые тоже идут сверху. Я бы сказала, что эти процессы наблюдались давно, что еще, начиная с 90-х годов, попытки и централизовать, и унифицировать они были и тогда, но тогда был иной социально-политический контекст, в котором все это происходило. Нынешний он открывает гораздо большие возможности для движения в этом направлении. Крымские татары вот в этом вопросе, они совершенно не уникальны. Любой мусульманский народ, он имеет в своем составе представителей разных религиозных групп, течений. То есть это вот некий тот плюрализм, который изначально был в исламе, и который обусловлен самой историей этой религии. То есть нет какого-то института, который мог бы в рамках масштаба всей умы сказать о том, что эта версия ортодоксальная, эта версия неортодоксальная и так далее. То есть этого нет, и поэтому плюрализм он существует. И поэтому и среди крымских татар, начиная с 90-х годов, у нас были представители самых разных религиозных течений. Они никуда не делись, они сегодня существуют. И это действительно хороший вопрос в плане того, чем это может обернуться для крымско-татарского народа. Тут большой вопрос связан вообще с пониманием наших традиций религиозных, как мне кажется. Вот та самая депортация, которая имела место быть, и особенно советский период, связанный с насаждением этой атеистической пропаганды, это все привело к тому, что у нас ведь очень слабая была религиозность на момент возвращения в Крым. Мы очень плохо знали, каковы наши религиозные традиции, мы очень плохо знали какие-то первоисточники, мы очень плохо могли апеллировать к ним, чтобы говорить о том, что вот это наше, а это все чужое. И поэтому здесь нужно, мне кажется, очень тонко подходить и вот как-то не категорично на самом деле. Опять-таки не навешивая ярлыков, плюрализм имеет место быть, но при этом, конечно, он не должен размывать какую-то вот крымско-татарскую самость. На первое место я бы поставила, наверное, все-таки трудолюбие, мы очень трудолюбивый народ, и это не могут отрицать даже те, кто, может быть, нас за что-то и не любит. Второй важный момент, мне кажется, это то, что мы достаточно целеустремленны. То есть у нас есть некая закалка, у нас есть некий драйв внутри нас, который, наверное, связан с теми событиями, которые мы пережили, который очень сильно мотивирует нас двигаться вперед, достигать каких-то целей. Цели могут быть разные, но мы достаточно целеустремленны. И третий момент, наверное, я бы назвала нашу способность к мобилизации, консолидации. В кризисные моменты мы демонстрируем очень хорошие показатели того, что мы можем сплотиться во имя чего-то, ради чего-то, против чего-то. То есть у нас есть вот эти вот некие внутренние механизмы, которые помогают нам быть неким таким достаточно консолидированным ядром в каких-то моментах. Думаю, что не хватает какой-то толерантности по отношению друг к другу. Мне кажется, что мы стали очень категоричны в оценке друг друга. Мы очень так четко делим на свой, чужой, черное, белое. А вот эта вот какая-то неготовность слышать друг друга, она опять-таки, наверное, связана с тем, что у нас стало и меньше каких-то площадок, где мы могли бы это делать. Она вот, мне кажется, вот это то, что наблюдается сегодня. Мы четко делим на эти две противоположные группы. Мы не готовы прощать. Мы там вот ставим некое клеймо на человека, то есть он такой-то. И мы не готовы разбираться с тем, что могло побудить человек поступить так, как он поступил, какие были у него для этого обстоятельства, какие были смягчающие моменты и так далее. То есть мы очень быстро стали судить вот это то, что, мне кажется, у нас не отнять. Вот этого не хватает. Мне кажется, очень мало стало доверия в крымстарском обществе. И вот это тоже показало наше исследование. Очень мало крымские татары стали доверять. То есть вот такой круг доверия, он сильно сузился. То есть есть я, есть моя семья, есть ближайший круг друзей, близких, родственников, с кем я могу обсуждать какие-то острые вопросы, проблемные вещи. Дальше этого, то есть нет. То есть вот это не очень хорошо, потому что это не способствует развитию горизонтальных связей. И это может в будущем привести к тому, что мы будем не столько хорошо консолидированными, когда для этого потребуется. Безусловно, безусловно, такие лидеры должны быть. То есть это должны быть некие авторитетные персоны. Конечно, тут крымские татары в этом плане не являются каким-то исключением. То есть все группы, все этнические, особенно группы, нуждаются в авторитетных лидерах, потому что все-таки кто-то должен задавать стратегию развития. Иногда очень часто показывают своим примером, как надо, куда надо и так далее. И это, наверное, тоже одна из тех проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня, что мы оказались в ситуации вот такой нехватки ярких авторитетных лидеров сегодня. И, может быть, поэтому мы долго находимся в состоянии некого ожидания, потому что мы ждем, что появится, что покажут нам, куда идти, как поступать. И пока таких вот людей, видимо, еще нет. Мне кажется, это тот вопрос, над которым должен думать не один человек. То есть это должны просто собираться некие группы мыслящих людей и вырабатывать некие стратегии того, как это сделать, учитывая все те ситуации, которые есть вокруг. То есть, безусловно, что мы видим? Один из путей — это вот эта самая капсуляция. Но мне кажется, что она имеет место быть, но при этом она не должна быть абсолютной. То есть она должна быть в достаточной мере для того, чтобы сохранить ядро, но в то же время не препятствовать движению вперед. То есть здесь нужно, конечно, это медийные различные проекты, это различные культурные проекты. То есть нужно создавать некие среды, где крымские татары могли бы коммуницировать друг с другом, потому что общения не хватает. Поддерживать идентичность можно только, когда есть круг общения. Я говорю здесь, что это не только язык, это вообще некие традиции, это некий культурный код, который мы передаем, когда мы общаемся друг с другом. То есть нужно делать все, что в наших возможностях сегодня, эти возможности есть, просто нужно по-другому взглянуть на ситуацию. То есть мы привыкли думать очень традиционно. Вот есть наши традиционные СМИ, есть наши традиционные этнические институты, и вот так мы жили на протяжении вот этих двух десятков лет. То есть сейчас их нет. Сейчас нужно просто искать иные площадки, иные сферы, как можно было бы эту идентичность поддерживать. Благо мы живем в векции цифровой. То есть сейчас это делать гораздо проще. А это кричащая проблема. То есть это кричащая проблема, но я боюсь, что сколько бы мы ни кричали, вот при нынешней ситуации, так как она развивается, я боюсь, что если она продлится, нам все-таки не удастся сохранить язык. Вот не удастся, потому что должны быть включены хорошие институциональные факторы поддержки языка для того, чтобы он работал. Без них я боюсь, что мы можем оказаться в ситуации, когда язык может перестать быть неким таким важным этническим маркером, который определяет нашу идентичность. И, кстати, это было в нашем исследовании в том числе. Это вот некоторые наши респонденты, очень робко пока, очень так вот, знаете, ну потому что это же звучит как крамола, как это так потерять язык и при этом остаться крымскими татарами, потому что у многих знак равенства. Язык и народ — это вот, да, нечто неделимое. Но те люди, которые более реалистично смотрят на ситуацию, они, наверное, позволяют себе некое такое допущение того, что даже если при самом неблагоприятном развитии ситуации мы потеряем язык, при этом мы все равно остаемся крымскими татарами, потому что есть другие маркеры, которые формируют нашу этническую границу. Помимо религиозного есть традиции, да, есть историческая память, есть вот наша общность исторической судьбы. Это ведь никуда не уходит. Мы все будем помнить, откуда мы, через какие этапы мы прошли, какие были, да, травмирующие события нашей истории. И это все тоже цементирует нас как группу, даже если вдруг получится так, случится так, да, что языка не будет. Национальная идея. Мне кажется, опять-таки, давайте исходить из нынешних ситуаций. То есть, наверное, идея, которая должна сегодня нас как-то консолидировать, поддерживать на плаву, это идея о том, что мы должны сохранить свою этническую самость. Да, мы должны не раствориться, мы не должны не исчезнуть, но при этом я повторю, что мы должны при этом двигаться вперед. То есть мы должны стать, быть развитым, современным крымско-татарским таким этносом, который идет много со временем. Потому что если вы посмотрите на историю любых цивилизаций, вы видите, что более сильные цивилизации, продвинутые, в том числе в технологическом плане, они покоряют, порабощают те, которые гораздо слабее, находятся на более низком уровне развития по отношению к ним. То есть если мы не хотим оказаться на положении такого, да, то есть крымские татары не должны ассоциируется с чебуреками. Я сейчас утрирую, вы понимаете, что я не говорю, там не имею против ничего чебурека, но крымские татары должны занимать другие ниши, средние, высоко статусные. Хорошо, мы освоили транспорт, мы освоили торговлю, мы освоили сервис, давайте двигаться вперед. Пусть будет наука, администрирование, вот эти вот процессы, которые, давайте подниматься выше, то есть давайте становиться профессионалами в каких-то других сферах и занимать эти ниши. Вот мне кажется, это могло бы стать сейчас некой такой национальной идеей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...